...морфия. Чтобы убить взрослого человека, достаточно двух миллиграмм. Март 2018 года. Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, признанный виновным в госизмене, отравлен неизвестным веществом в Великобритании. Предположительно, Скрипаль мог пострадать от отравления фентанилом. Гильземий. Высокотоксичное растение, родом из Азии. Яд поражает нервную систему и может приводить к остановке сердца. Ключевой свидетель по делу Магнитского Александр Перепеличный был отравлен в Великобритании в 2012 году. В желудке погибшего были обнаружены следы кильземия. Полоний-210. Редкий радиоактивный элемент. При попадании в организм смертелен даже в ничтожно малых дозах. Беглый офицер ФСБ Александр Литвиненко отравлен полонием в Лондоне в 2006 году. Радиоактивное вещество ему подсыпали в чай в одном из сушибаров. Перед смертью Литвиненко написал письмо, в котором назвал заказчиком отравления Владимира Путина. В результате отравления неизвестным веществом в 2003 году умер журналист новой газеты Юрий Щекочихин. Его медикаментозное лечение и результаты вскрытия находились под контролем ФСБ России. Симптомы загадочной болезни журналиста были схожи с симптомами при отравлении радиоактивным веществом. Диоксин. Чрезвычайно канцерогенное вещество без цвета и запаха. Проражает кожу, кишечник и печень. Диоксин входил в состав агента Оранж, который использовали Соединенные Штаты во время войны во Вьетнаме. Украинский политик Виктор Ющенко отравлен диоксином во время президентской кампании в 2004 году. Ющенко обвинил российские власти в препятствии расследования этого инцидента. Зарин. Нервно-паралитический препарат без цвета и вкуса. Смерть наступает от удушья. Жертва не может контролировать мускулы, участвующие в процессе дыхания. Оперативники ФСБ в 2002 году убили чеченского полевого командира Хаттаба, вероятно, используя зарин или более сильный препарат у того же ряда. По одной из версий ядом было пропитано письмо, которое доставили лидеру боевиков. Ядрицин. Производится из семян растения Resinus communis. Клещевины. Доза из восьми семян считается опасной для человека. После укола, отравленной иглой, спрятанной в зонтике в 1978 году, в Лондоне скачался болгарский диссидент Георгий Марков. Он умер спустя четыре часа после попадания в кровь ядрицин. В этом и еще нескольких подобных убийствах с использованием зонтиков подозревали агентов КГБ. Предатели всегда плохо кончают. Они кончают, как правило, или от пьянки, либо от наркотиков под забором. Вот недавно один, например, антопель кончил свое существо там с границей. И непонятно же ради чего. То есть вы собираетесь предатели поднял нас? Конечно. Вы не собираетесь их наказывать каким-то образом? Я думаю, что это некорректный вопрос. Но спецслужбы, они живут по своим законам. И эти законы всем сотрудникам спецслужб хорошо известны.